Друзья, всем привет! Сегодня у нас грамматический тест на уровень А1. То есть, пройдя сегодняшнее видео, посмотрев его и сделав все упражнения, а потом выслушав правильные ответы и подсказки от меня, вы сможете понять, реально есть ли у вас А1 в плане грамматики, или в некоторых темах нужно еще все-таки прибавить. Для этой цели я нашел довольно объемный тест, одной из немецких языковых школ, то есть он составлен немцами, и действительно, на мой взгляд, он тоже весьма хорош, он точно показывает все, что вы должны знать. И первая тема у нас самая очевидная, но и одна из самых сложных в то же время, это правильное определение артиклей. Итак, давайте будем работать следующим образом. Сейчас вы ставите на паузу, а я даю буквально 5 секунд, и проставляете свои варианты ответов. Свои правильные артикли. Затем мы включаем видео, и вы слушаете правильные ответы и подсказки, почему и что и как работает в немецком языке. Итак, слушаем. Большинство англицизмов в немецком языке среднего рода. Мужчина, понятно, что это мужской род, плюс большинство слов, которые не имеют каких-то суффиксов, то есть не длинные, а слова, состоящие из одного слога. Восемь из десяти слов подобного вида будут мужского рода. Большинство слов, которые оканчиваются на «е» женского рода. Большинство слов, которые оканчиваются на «ер» мужского рода. Здесь никаких подсказок очевидных нет, что велосипед в немецком среднего рода, но мы можем сделать некую цепочку. Das Auto – средний род. Das Fahrrad – средний род. Das Schiff – корабль – средний род. Das Flugzeug – самолет – средний род. То есть целая цепочка транспортных средств, и все они среднего рода. Одно слово цепляется за другое, и таким образом запоминается намного проще. И das Telefon. Опять, не знаю, насколько это англицизм, скорее всего, просто интернациональное слово. Средний род – иностранное заимственное слово. Следующая группа слов. Опять же, пять секунд вы ставите на паузу, отвечаете в ваш вариант и слушайте правильно. Молоко. Здесь надо просто запомнить, никаких подсказок нет. В целом, еда в немецком языке чаще всего используется без артикля. То есть, ich esse Fleisch oder ich kaufe heute Wurst. Но артикль знать все же нужно, потому что если вы хотите сказать свежее молоко, frische Milch, то вам нужно знать, что окончание будет Е, так как это женский род. Das Restaurant. Средний род – заимственное слово. Несколько вариантов запомнить. Заимственные слова из французского, оканчивающиеся на T, где T не читается. Например, второе слово, das Buffet. Пишем Buffet, читаем Buffet. Тоже средний род. Заимственные слова на T из французского среднего. Другой вариант – это смысловая цепочка. Das Café, das Restaurant. Кафешка, рестораны, там и там, das. Der Arzt – врач, все понятно. Die Banane – опять на Е, большинство слов женского рода. Die Seife – тоже самое. Der Balkon – просто нужно запомнить. Der Ausweis – тоже самое, надо запомнить. И последняя группа слов. У вас пять секунд. Der Verkäufer – продавец. Почти все слова на ЕР мужского рода. Die Unterschrift – здесь интересный момент. Мы убираем unter, и остается только schrift. Die Schrift – слова, состоящие из одного слога, но при этом оканчивающиеся на Т. Практически все будут женского рода. Смотрите примеры. Die Nacht – ночь. Die Stadt – город. Die Kraft – сила. Die Macht – власть. И эту цепочку можно долго проверять. Это действительно очень важная подсказка. Der Mund – род. Опять же, короткое слово, один слог – мужской род. Das Bett – кровать. Это одно из тех немногих слов, которые односложные, но при этом среднего рода. Здесь нам надо прибегать к дополнительным хитростям, и мы опять можем составить цепочку. Например, в данном случае. Das Bett – кровать. Das Kissen – подушка. Das Zofa – диван. Три слова, объединенные одной идеи и все среднего рода. Одно цепляется за другое, и мы учим это намного быстрее. Все три артикля мы запомним быстрее, чем если эти слова учить по отдельности. Das Kleid – платье. Опять же, можно либо придумать смысловую цепочку, либо, например, раскрасить в цвета. Зеленый цвет у нас для среднего рода, и все предметы, которые вы учите среднего рода, вы учите и представляете их зелеными. Die grüße – размер на Е – женский род. Das Haar – волос. Просто нужно запомнить. Сейчас я очень вкратце рассказал вам про все моменты, как запоминать артикли, и надеюсь, что даже вот за эти 20 примеров, вот за мои короткие комментарии, это было уже вам очень полезно. Но если вы хотите разобрать тему подробнее, то обязательно посмотрите самый популярный ролик на канале «Артикли в немецком. Как запомнить навсегда». Там, в принципе, все то же самое, только подробнее и с большим количеством примеров. А мы переходим ко второму упражнению. И давайте сделаем так же. У вас 5 секунд. Лучше всего поставить на паузу. Может быть, на листике поставить номер. 1 – такой-то артикль. 2 – такой-то артикль. Такое-то множественное число. А потом уже послушать меня. Все слова, которые оканчиваются на «о», добавляют «с» во множественном числе. Все слова, которые оканчиваются на «е», добавляют «н» во множественном числе. Никаких правил нет, просто надо запомнить. 2 – яблоком – яблоки. 3 – женский род сложно запомнить, потому что это слово выглядит как мужской. Но мы можем запомнить через слово «ди штрассе». «Ди штрассе» – улица. «Ди у-бан» – метро. «Ди аутобан» – автобан. Все, что с движением транспорта связано – это женский род. И во множественном числе «ди у-банен». Множественное просто нужно запомнить. У большинства англицизмов просто добавляется «с», как и в английском языке. Следующая группа слов. Пять секунд, пошли. «Дер-наме» – «ди-намен». Имя – имена. На «е» во множественном числе всегда добавляется «н». «Ди фрэндин» – «ди фрэндинен». «Подруга – подруги». У всех слов, которые женского рода на «ине» оканчиваются, во множественном добавляется «не-е-не». «Фрэндинен». «Леррин» – «Леррриннен». «Учительница» – «Учительницы». «Дерзон» – «ди зюне». «Сын сыновья». И надо просто запоминать. «Ди анмельдунг» – какая-то заявка, заявление. «Ди анмельдунген». Все слова на «унг» во множественном добавляют «е-эн». «Дас-гетринк» – «ди-гетринке». Множественное просто запоминаем. Что касается артикля, почти все слова на «г» в немецком языке, которые начинаются на «г», будут среднего рода. Ну, не почти все, наверное, процентов 80. Большинство абсолютное. «Де-брюдер» – «ди-брюдер». Во множественном просто добавляем «умляут». «Брат» – «братья». «Ди-паузы». Во множественном «ди-паузен». «Перемена» – «перемены». На «е» просто добавляем «н». «Дас-концерт» – «ди-концерте». «Концерт» – «концерты». Просто нужно выучить. И последняя группа слов. «Кофта» – «кофте». Ничего не меняется, потому что у слов, которые оканчиваются на «ер», множественное из число, не меняется само слово, а меняется только артикль. «Дас-цима» – «комната». «Ди-цима» – «комнаты». «Ди-таше» – «сумка». «Ди-та-шен» – «сумки». «Дас-зофа» – «диван». «Ди-зофас» – «диваны» – заимственное слово. «Де-гатен» – «сад». «Ди-гатен» – «сады». Здесь, в этом файле, также есть все ключи и правильные ответы, чтобы можно было себя проверять. Но чтобы самостоятельно этой темой полностью владеть, вам, опять же, необходимо посмотреть ролик, который подробно разбирает эту тему. И здесь, в плейлисте «Вся грамматика немецкого языка», по сути, весь курс немецкого языка, где все ролики идут в правильном порядке, и весь курс уже, в принципе, записан, все объяснено. Вы можете найти этот файл. Выглядит он вот так. Точнее, это этот урок, видеоурок. Множественное число в немецком «Как запомнить навсегда». 20 минут я рассказываю про правила и подсказки, как лучше и быстрее все запоминать. Что касается самого плейлиста «Вся грамматика немецкого языка», в первом закрепленном комментарии, а также в инфобоксе под этим видео, будет на него ссылка, все будет понятно. И вы, пожалуйста, сохраните себе эту ссылку, и просто по порядку можно смотреть ролики по любой интересующей вас теме в немецком языке. Идем дальше. У нас определенный артикль в Акузативе и дате. Тема падежи в немецком относительно сложная, но фишка в том, что на уровне А1, именно чтобы сдать экзамен, вам не обязательно самим всегда правильно ставить падежи. Но вы уже в общем должны знакомы быть с этой системой, понимать примерно, как она работает, и в тексте уметь определять. Вот это датив, потому что здесь вопрос «Кому?», а вот это Акузатив, потому что здесь вопрос «Кого?». То есть в первую очередь вы должны уметь воспринимать эту информацию, и пока не обязательно, хотя и желательно, сами уметь строить правильные предложения с правильными падежами, то есть с правильными артиклями. Окей, что здесь опять очень сложно, что нам нужно знать также и артикль «Сам слово», чтобы правильно потом его поставить в правильный падеж. И в этом заключается, наверное, самая большая сложность в немецком языке, что даже если вы идеально выучили таблицу падежей, то есть мужской род «der, denn, denn», средний род «das, das, denn», женский род «die, die, der», и во множественном числе «die, die, denn», все артикли вы идеально знаете, но если вы не знаете сам изначальный артикль у слова «хлеб», «das, brot», «die, brot» или «die, brot», то вы не сможете этой таблицей правильно пользоваться. Поэтому в первую очередь мы учим артикли, и поэтому тот ролик, один из первых на моем канале, который подробно объясняет, как запоминать этот артикль, это действительно самое-самое важное в немецком языке, самое сложное. Итак, у нас «das, brot», здесь тоже я подсказку всегда даю, запоминаем «das, brot» и «das, bia», «хлеб» и «пиво», потому что «пиво» у немцев даже есть такая шуточная поговорка, что «пиво» – это жидкий хлеб. И смотрим еще более внимательно. Здесь они от нас просят просто поставить «аккузатив», то есть уже изначально в этом упражнении все будет в «аккузативе», и нам думать, в принципе, об этом не нужно. Итак, ваши пять секунд. А теперь «вер браухен, das brot», нам нужен хлеб. Ich mache die Hausaufgabe, я делаю домашнее задание. Er kocht die Nudeln, он готовит лапшу. Юлия kauft den Käse. Юлия покупает сыр, мужского рода сыр, внимательнее будьте. И Ханнес тринкт den Kaffee. Ханнес пьет кофе. Мужской род, как и в русском языке. Следующая пятерка слов. Hast du die Zeitung? У тебя есть газета? Фамилия Meier bringt das Gemüse mit. Семья Meier принесет овощи с собой. Der Vater hat den Schirm. У отца есть зонтик. Вообще зонтик Regenschirm, но слово Regen, первая часть слова часто отпадает и в разговорном языке все говорят просто Rehschirm, зонт. Lässt ihr das Buch? Вы читаете книгу? Sie kaufen die Schuhe. Они покупают обувь или ботинки. Это множественное число. И в этом упражнении я не буду комментировать, почему здесь в каждом конкретном моменте accusativ, потому что отдельный урок почему и как работает система падежей, почему accusativ и когда надо ставить, и когда dativ. Этот ролик длится около 30 минут. Это очень серьезная работа. И опять же, в том плейлисте, ссылку на который вы можете найти в первом закрепленном комментарии, внизу пролистайте, вы просто найдите уроки номер 10, 15 и 18. И вы поймете абсолютно все в самом подробном, развернутом виде, что нужно знать о падежах в немецком языке. Дальше работаем только с dativ. Опять же, здесь супер они упростили эту задачу, что в принципе отвечает тому, что я говорил вначале. Вам в первую очередь нужно быть знакомыми с этой темой, а не идеально самим строить предложение с правильными артиклями. Просто знать, как примерно как все работает и воспринимать ее на уровне А1. На А2 уже вообще практически необходимо знать и полностью свободно этой системой пользоваться. Окей. Пять секунд. Штаны подходят женщине. Машина нравится мужчине. Также здесь возможно и будет переводиться как Все дело в том, что слово относится к так называемому или по-русски его называют слабое склонение. И это отдельная тема, которая обычно проходится на уровне примерно B1. У меня, конечно же, есть отдельное видео. Если вам уже интересно заглянуть немножко вперед, то урок 37 на этом канале and declination все очень понятно описано. То есть, кратко пока здесь. Мы можем это предложение с артиклем deimjungel сказать. Это будет правильно. Мальчику или deimjungel мальчикам. И у нас от артикля, исключительно от артикля зависит, как мы будем понимать и переводить это предложение. Само слово не будет меняться. Но хорошая новость в том, что таких слов не очень много и это встречается не очень часто. Учитель помогает школьникам. Кофта хорошо сидит на подруге или можно перевести идет девушке. То есть, по-русски мы говорим тебе идет платье, а по-немецки и das kleid steht dir gut. То есть, оно тебе стоит хорошо получается. И следующие четыре примера, поэтому четыре секунды. Если не успеваете, ставьте, конечно, просто на паузу. Книжка нравится девочке, но забываем, что девочка среднего рода и поэтому дейм-мечен. Юля hilft der großmutter. Юля помогает бабушке. Der gut passt dem verkäufer. Шляпа подходит продавцу. Die röke stehen den tänzerinnen. Юбки идут танцовщицу. Множественное число. Видите, n удваивается. Я об этом говорил в первом упражнении. И кроме того, опять же etwas steht ihr gut. Что-то тебе идет. Запоминаем фразу, очень такая разговорная, полезная. Следующая тема это личные местоимения в немецком языке. Понятным языком это он, кого его, кому ему. Или ты, кого тебя, кому тебе. Семнадцатый урок на канале. Я прошу обязательно записывайте и потом просматривайте уроки, если у вас вдруг есть ошибки. Если нет ошибок, значит вы уже освоили полностью уровень А1 и вам это в принципе не нужно, можно идти дальше. Кстати, прежде чем мы начнем, наверное, кратко скажу о том, что скорее всего это последний ролик в этом году и на следующий год у меня действительно грандиозные планы. И если вам нравится, как я объясняю и преподаю немецкий, обязательно ставьте лайк под этим и под другими видео. Это поддерживает и мотивирует меня на новые видео, на то, чтобы я выпускал видео не раз в месяц, а раз в неделю, как я делаю это последнее время. И в новом году я думаю, что буду уже больше заниматься уровнем А2, Б1, то есть все-таки мы все основные темы на А1 уже разобрали, то есть уровень у нас будет расти, и если все, что вы сейчас видите, это для вас легко, то в следующем году будет интереснее и посложнее. Окей. Das Auto ist schön. Ich kaufe es. Машина красивая, я покупаю ее. Почему es? Потому что машина das Auto среднего рода. Der Wein schmeckt gut. Ich trinke ihn gern. Vino вкусное. Я пью его с удовольствием. Meine Freundin hat Geburtstag. Ich rufe sie an. У моей подружки или девушки день рождения я звоню ей. Morgen habe ich frei. Ich freue mich schon. Завтра я свободен, у меня выходной. Я уже радуюсь, как бы заранее радуюсь. Здесь, на мой взгляд, это неправильно они использовали, потому что sich freuen это возвратный глагол, и это, в принципе, отдельная тема. У меня на канале урок по возвратным глаголам это номер 21. Но темы действительно очень похожи между собой. Я бы просто их не мешал, чтобы не путать изучающий их немецкий язык. Ну, соответственно, я в своем курсе их не мешаю. Дальше. Наши родители живут в Гамбурге, моя сестра и я посещаем их часто. Здесь такой неочевидный момент. Майя и Йенс это два наших друга. Мы к ним на ты обращаемся, но во множественном числе. И мы говорим это прекрасно видеть вас. Ух как будет нас, нам, вас, вам и так далее. Повторюсь, это 17 урок на канале. Следующая группа. Всего 4 примера и поэтому 4 секунды. Ich liebe dich. Я люблю тебя. Хотя, в принципе, можно сказать я люблю его или ее. Ich liebe ihn его или ich liebe sie ее. Здесь без контекста непонятно, но очевидно, что авторы этого теста имели в виду, что я люблю тебя. Ich liebe dich. Юля und ich wir treffen uns morgen. Юля и я мы встречаемся завтра. Опять же, возвратный глагол другая тема. Очень похожая на это, но другая. Wo sind Klara und Mario? Hast du sie gesehen? Где Klara и Mario? Ты их видел? Das Hotel war gut. Ich kann es empfehlen. Отель был хорошим, я могу его рекомендовать. Его es, потому что das Hotel. Примерно то же самое, но теперь у нас личное местоимение в дательном падеже. И здесь они даже подсказывают, какое личное местоимение использовать. и у вас шесть секунд. Как тебе нравится Мюнхен? Я посылаю вам уважительная форма адрес. Именно когда мы к человеку на вы обращаемся. Среда подходит нам хорошо. Der Rok steht ihr nicht. Jübka ей не идет. Markus geht mit dem Hund spazieren. Это Маркус с собакой гуляет, а если мы заменим на с ним, Markus geht mit ihm spazieren. Две секунды. Die Bücher gefallen ihnen nicht. Книжки не нравятся им, девочкам. Мы видим по артиклу den, что это множественное число, дательный падеж множественное число именем. Потому что в единственном числе было бы die Mädchen. Само слово опять не меняется, такое в немецком тоже бывает. И поэтому мы говорим о книге им не нравится. Wartet ich helfe euch. Подождите, я помогу вам. Вы мои друзья, я вам помогу. Ich helfe euch. Далее все примерно то же самое, но посложнее. Мы сами должны понять какой это падеж. Akkusativ oder dativ. А так в целом то же самое. То есть если der Chef это он, er, в данном случае надо будет поставить либо in его, либо im ему. Пробуем. hast du ihn gefragt? Ты его спросил? Mario holt es von der post. Mario несет его с почты. Его пакет, но пакет переводится по ссылку. По сути ее мы должны перевести по-русски, но по-немецки будет es, потому что das пакет. Das kleid steht dir sehr gut. Платье тебе очень идет. Jan schickt ihr einen brief. Jan посылает ей письмо. Besucht ihr uns? Вы нас посетите. Gibst du mir das Buch? Ты дашь мне книгу? И у вас 4 секунды начиная с номера 7. Schmeckt euch das Essen? Вкусна вам еда? Ich rufe sie an. Я звоню им. Им друзьям. Herr Müller, kann ich mit ihnen sprechen? господин Müller, могу я с вами поговорить? Дательный падеж, вы уважительно будет mit ihnen с большой буквы также. Karin bringt es mit. Karin принесет его, хлеб, с собой. Далее у нас идут притяжательные местоимения, по-немецки possessiv pronomen, или в данном случае они говорят possessiv artikel, потому что притяжательные местоимения, такие слова как mein, dein, sein, мой, твой, его, в немецком в основном ставятся на место артикля и исполняют функцию артикля, то есть меняются в окончаниях точно так же, как меняется бы неопределенный артикль. Если einen, то моinen, deinen, seinen. Пробуем. У вас 5 секунд, но лучше здесь поставьте на паузу, здесь уже посложнее. Meine швеста hat ein Auto. Meine, потому что eine швеста, да, я на конце. Sie, это она. Auto ist gelb und alt. Ihr Auto ist gelb und alt. Sie, она, ее машина, ihr Auto. Почему нет окончания, ihr, нулевое окончание? Потому что ein Auto у артикля неопределенного тоже было бы тоже было бы нулевое окончание. Hat dein Bruder auch ein Auto? У твоего брата тоже есть машина? Ja, sein Auto ist neu. Да, его машина новая. Unsere Eltern haben es ihm geschenkt. Unsere е на конце, потому что die Eltern, но артикля die, я тоже на конце. И в очередной раз у вас 5 секунд. Ich habe ein Fahrrad. Seine Farbe ist rot. У меня есть велосипед, его цвет красный. Ihr, будьте внимательны, это вы, друзья, множественное число. Поэтому ваш сосед, это будет Ваш сосед подарил мне велосипед. Wir, мы, нам надо сказать наш. Или здесь множественное число. Поэтому Да, у наших соседей есть много великов. Соседи. И видим их дочь красивая. Их соседей. Und ihre Tochter ist hüpfch. Их дочь милая, красивая. Mein Nachbar wohnt allein und geht zu Fuß. Мой сосед живет один и ходит пешком. Дальше у нас идет то же самое. Mein, dein, sein, ihr, unser, euer и последнее, ihr. И напомню, что это седьмой. Очень важный урок в плейлисте «Вся грамматика». Но здесь уже akkusativ. То есть мы вместе работаем над темой «Притяжательные местоимения». И подержи в немецком языке. Здесь еще одна маленькая подсказка. Чтобы правильно поставить необходимое «Притяжательное местоимение», вы всегда смотрите на подлежащее. Итак, несколько секунд, пауза, а потом правильные ответы. Я спрашиваю моего учителя. Julia besucht ihre Freundin. Julia посещает свою подругу. Mario und Klaudia, wo sind eure Bücher? Mario и Klaudia? Klaudia, Klaudia, наверное. Где ваши книги? Jan, ich habe deine Brille gefunden. Ян, я нашел твои очки. И еще 4 секунды. Die Kinder mögen ihren Hund. Дети любят свою собаку. Frau Meier, haben Sie ihren Pass mitgebracht? Госпожа Meier, вы свой паспорт взяли с собой? Принесли с собой? Да, принесли именно. Ihren Pass, мужской рот, аккузатив, поэтому ЕН. А почему ИР с большой буквы И? Потому что уважительная форма – ваш паспорт. Даже в русском ваш, уважительно, пишется с большой буквы. Ich treffe meine Eltern. Я встречаю моих родителей. Das Kind mag seinen Ball. Der Ball, мужской рот, аккузатив, seinen Ball. Okay. Наверное, самое сложное пока из всех упражнений, которые здесь были. Для начинающих, если вы учите где-то на курсах, и вам многое непонятно. Это действительно, наверное, сложно. Но если вы пройдете 10 уроков по моему курсу, и все эти уроки есть в свободном доступе на YouTube, я обещаю вам, что все сложится как 2 плюс 2, и будет крайне понятно и просто. Следующее упражнение – это то же самое, но здесь мы должны сами думать. Именительный падеж – mein Bruder, или винительный падеж – аккузатив – meinen Bruder. Mein Vater ist Arzt. Мой отец – врач. Markus besucht oft seine Freunde. Markus посещает часто своих друзей. Kann ich ihre Adresse haben? Могу я ваш адрес иметь, ну, то есть взять, с большой буквы, ihre Adresse? Наши родители едут в Испанию. Deine Tasche gefällt mir. Твоя сумка нравится мне. Das Mädchen ruft seine Großmutter an. Девочка звонит своей бабушке. Seine, потому что das Mädchen, супер нелогично. И в данном конкретном случае правильно будет только так. Но сами немцы иногда нарушают это правило и могут, в принципе, сказать das Mädchen ruft ihre Großmutter an, потому что все-таки девочка – это она. Такой очень спорный и сложный момент. Я бы, на самом деле, уже успокоился и на месте немцев поменял все-таки артикль, или сделал бы die Mädchen. Но исторически слова, которые оканчиваются на хен, все среднего рода. Например, сказка das Mädchen. И немцы решили, что это очень важно, и сделали девочку среднего рода. Окей. И последнее. Ир – это вы, друзья. Eure Fotos finde ich schön. Ваши фотографии я нахожу красивыми. И давайте снова ставим на паузу последние три варианта. И мы на экваторе, и если вы учите немецкий всего несколько месяцев, то, скорее всего, у вас мозг уже довольно сильно должен был встать. Поэтому здесь имеет смысл сделать паузу и продолжить, например, через пять или десять минут. Вообще, в целом, при изучении немецкого языка очень важно заниматься примерно 30 минут, и потом хотя бы пять минут давать себе отдых. Вот эти блоки по 30 минут – это самое продуктивное изучение. Следующее упражнение проверочное – это просто правильно проставить глаголы с нужными окончаниями. Все зависит, как всегда, от подлежащего. И давайте опять ставим на паузу, потом слушаем правильный ответ. Мы покупаем сыр. Ханес идет гулять. Юля и Клара путешествуют в Италию. Ты пьешь с удовольствием кофе? Я делаю мои домашние задания. Вы пишете письмо. Вы – множественное число. Вы – друзья. Коринь hört музык. Коринь слушает музыку. Воher kommen Sie? Откуда вы, уважительно? Вы – госпожа Меркель. Das Handy liegt in der Küche. Телефон мобильный лежит на кухне. Die jungen spielen Fußball. Мальчики играют в футбол. Сингst du gern? Ты поешь с удовольствием. Der Vater grillt das Gemüse. Отец жарит на гриле овощи. Жарить на гриле – одно слово – grillen. Ich mache einen Salat. Я делаю салат. Вы играете в теннис? Вы – друзья. И последний отдельный момент. Die Touristen fotografieren das Rathaus. Туристы фотографируют ратушу. Далее мы переходим к точно таким же глаголам, но при этом это глаголы с меняющейся корневой гласной. Об этом есть на канале отдельное видео, очень подробное. Сегодня просто ставим на паузу, делаем ваши варианты, а потом слушаем правильный ответ. Девочка читает книгу. Ей меняется на «и». Учитель говорит слишком тихо. Когда вы встречаете ваших друзей? Я ем с удовольствием мороженое. И еще несколько секунд на правильный ответ. Herr Meier, wann fahren Sie nach Berlin? Когда вы поедете в Берлин? Халит spricht арабisch, englisch und deutsch. Халит говорит на арабском, английском и немецком. Здесь единственное число. Мы это видим по артиклю «einen». Неопределенный артикль бывает только в единственном числе. А «en» – потому что это то самое «enreglination», слабое склонение, о котором я говорил чуть выше. Сузанна читает в воскресенье газету. Ihr gebt mir das Formulär. Вы даете мне формуляр. И wäschst du den Salat? Ты моешь салат, а меняется на «aum laut». Почему? Где она меняется? Наверное, вы заметили, что где-то «we wachen», а где-то du wäschst, где-то wir lizen, а где-то du liest. Где «e», где «i», где «a», где «aum laut». Все в уроке номер 5 подробно разбирается на этом канале. И это еще не весь тест. На самом деле тест в два раза больше. Мы прошли ровно половину. И давайте сделаем так. Если вдруг вам действительно понравилось это видео, действительно понравился такой формат, то вы ставите сейчас лайк этому видео, и через неделю, в следующую субботу, на канале выйдет вторая, такая же подробная часть. Если этот ролик за неделю набирает 1000 лайков, мы выпускаем это видео в этом году. Если вдруг нет, тогда в следующем году, примерно в середине января, выйдет вторая часть видео. Там и увидимся тогда. Либо через неделю, либо через 3-4 недели. Спасибо всем, кто в этом году пришел на мой канал. Спасибо всем, кто поддерживает меня лайками и комментариями. Я действительно как-то больше стал стараться и планирую в следующем году не сбавлять обороты. Я надеюсь, увидимся скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok